С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Развитие агропромышленного сектора, увеличение производственных мощностей, приобретение нового вертолета Ми-8 и эффективная система контроля за детским отдыхом. Эти и другие немаловажные темы обсудил глава региона с руководителями окружных предприятий и своими профильными заместителями. Помимо прочего, губернатору представили отчеты о проделанной работе за 2015 год. Доложили Игорю Кошину также о планах на ближайшее будущее. Особое внимание было уделено заработным платам. Несмотря на экономические сложности, доходы рабочего класса, хоть и незначительно, но все же увеличиваются. Рабочие встречи с теми или иными чиновниками глава региона проводят регулярно. Однако руководители предприятий Игорь Кошин свой кабинет еще и в присутствии СМИ вызывает нечасто. Сегодня как раз исключение. Первый с докладом выступил генеральный директор Наринмарского авиаотряда. Валерий Остапчук рассказал о социально-экономической ситуации на предприятии и поделился успехами 2015 года. К слову, он стал одним из самых ударных для окружных авиаторов. В первую очередь с финансовой точки зрения. Впервые за много лет были приобретены новые воздушные суда. Два самолета ТВС-2МС. Это модернизированные Ан-2 и вертолет Ми-8. В столицу региона его доставят уже в сентябре. Что касается перевозок, то здесь показатели не иначе, как впечатляющие. В прошлом году услугами авиаотряда воспользовались порядка 87 тысяч пассажиров. И это только по местным линиям. Почти 63 тысячи вахтовики, работники нефтяной отрасли. Они-то и приносят основные доходы предприятию. Главный заказчик перелетов на месторождение – компания «Лукойл». Между тем, Валерий Остапчук рассказал главе региона о том, как продолжается реконструкция основного здания аэропорта. Расширяется так называемая «стерильная зона». Зал ожидания увеличится почти на треть. Все работы планируют завершить уже к 15 августа. Игорь Кожин поинтересовался уровнем зарплат сотрудников авиапредприятия. За последние пять лет она выросла на 43%. То есть, средняя зарплата на сегодня составляет 77,4 тысячи рублей. Обусловлено, на первую очередь, увеличением окладов. Наибольший рост уровня заработной платы в 2015 году составил 13% у работников службы авиационно-технической базы. Наибольший у административно-управленческого персонала – всего лишь 4%. При этом самые большие зарплаты сейчас получает летный состав. В среднем доход одного составляет 160 тысяч рублей в месяц. Меньше платить нельзя, пояснил Валерий Остапчук. Пилоты могут идти конкурентам, например, нефтяникам, что уже в принципе случалось. Мне за последние два года удалось вернуть пять наших командиров, которые уходили в компанию «Газпромавия», предоставлять служебные квартиры, для того, чтобы они вернулись. Что касается жилья, то в этом году у объединенного авиатряда появится собственный гостиничный комплекс. Его строительством занимается Наринмар «Строинвест» на контракт порядка 100 миллионов рублей. Объект возводят на деньги авиаторов. Доклад Валерия Остапчука глава региона принял и пожелал предприятию дальнейшего процветания. Следующую рабочую встречу Игорь Кошин провел с руководителем Ненецкой АПК Анатолием Чудочиным. В прошлом году аграрии установили рекорд. За 12 месяцев от одной дойной коровы в среднем удалось получить 5223 литра молока. Однако, чтобы показатели повышались и дальше, необходимо расширять саму ферму, заявил директор компании. Новые помещения будут, заверил глава региона. Впрочем, сейчас задача номер один построить телятник в селе Тельвиска. Рассказал Анатолий Чудочин и о том, как идет реконструкция фермы Воксина. Ее Ненецкая АПК получила в собственность только в прошлом году. При присоединении там паслось всего 37 коров. Сейчас уже 64. К концу года планируют увеличить поголовье до 80 буренок. Мы планировали в пределах тонны молока, то на сегодня при 64 коровах мы будем тонну 300. А будет примерно 1,5? 1,5 тонны мы будем доедать. Нужно здесь отметить, что Воксина уникальное отделение, хорошие люди работают. Что касается в целом производственных показателей, то благодаря новому механизму субсидирования, который власть региона ввели полтора года назад, темпы развития в последнее время стали очень хорошие. Если раньше компания считалась убыточной, то теперь только за прошлый год аграрии получили около 6 миллионов чистой прибыли. Соответственно, растет количество персонала, растут и зарплаты, доложил главе региона Анатолий Чудочин. Также он рассказал, почему Ненецкая агропромышленная компания отказалась от ресторана «Арктика», который располагался в здании Дворца культуры. Ресторан нам за три года деятельности принес агропромышленная компания убытки 30 миллионов. Последний год 12 миллионов 600 тысяч. То есть мы должны заниматься, как вы сказали, коровыми, оленями, молоком. Еще одну рабочую встречу губернатор провел с профильным заместителем Нинель Семяшкиной и уполномоченной по правам ребенка в Ненецком округе Риммы Галушиной. И помимо эффективности системы контроля за детским отдыхом, стороны обсудили работу со сложными подростками и семьями, которые находятся в трудной жизненной ситуации. На днях омбудсмен вернулась из Каратайки. Там Римма Галушина проинспектировала детский пришкольный лагерь и встретилась с проблемными семьями. Нарушений нет, не выявлено. Есть частные вопросы, которые мы отрабатываем непосредственно с департаментом образования, поскольку это их вопросы. Что касается профилактики социального сиротства, посетило 11 семей в Каратайке. Надо отметить, что нигде не видел пьяных родителей. Очень здорово. С нашим количеством населения у нас должно быть посчитан и не обойденным вниманием ни один ребенок. Трудный, сложный, все понятно. У нас климатические условия особые, расстояния, но другие субъекты тоже живут в не менее простых условиях. Руководитель профильного департамента Нинель Семяшкина в свою очередь доложила главе региона о том, где сейчас отдыхают дети по бесплатным путевкам. Часть ребят в настоящее время находится в пансионате, что в Ивановской области. Заместитель губернатора его посетила лично и осталась довольна системой контроля за детским отдыхом. В этом году мы ввели новшество. У нас первый год организовано так, что дети отдыхают с нашими воспитателями. То есть мы провели конкурс так, что нам предоставляют помещение, организацию питания, организация досуга детей. Наши воспитатели выезжают вместе с детьми, по графику они уходят в отпуска в течение года, и выезжают вместе с детьми на летний отдых, как плановая работа. Нинель Семяшкина поделилась с главой региона еще одной приятной новостью. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты в Наринмаре планируют создать на базе детского дома первый в округе центр содействия семейному воспитанию. О точных сроках речи пока не идет. Олег Хатанзейский, Сергей Качегов, Телеканал Север.